здравствуйте друзья продолжаем курс гешер мост который еще можно сказать искусство жизни и продолжим в таком ключе прошлой лекции мы разговаривали о том что стоило бы простить себя и как там внутри у нас работает эти механизмы совести и угрызений совести и как от них как бы как эту энергию правильно направить сейчас мы поговорим о той же теме только с внешней стороны скажем так с тем как воспринимать правильную информацию которая приходит извне и иногда сочувствие с этой информации правильные побуждения как будто бы правильное желание приводит к тому что у людей просто заканчивается энергия мы живем в таком мире которым просто есть много информации люди привыкли делиться какими-то часто не очень позитивными историями вообще по большому счету лучше вот эти дела не рассказывать не разговаривать об этом и ну как бы поменьше иногда нужно но поменьше и не сплетничать не передавать какие-то и по возможности меньше слушать но иногда что делать мы находимся мы живем мы находимся в каких-то жизненных ситуациях и вдруг человек выходит из магазина ему соседка или ей соседка говорит рассказывает о всех страданиях ее семьи друзей кто что произошло из каких-то вот каких-то таких побуждений ну что делать на человека на нас сваливается какая-то информация иногда и какое-то мы чувствуем можем почувствовать какое-то в сердце у нас что-то сжимается потому что люди у нас есть сердце и мы хотим как-то сочувствовать как говорится и нам кажется что это правильная вещь то что мы можем делать дело в том то что часто это нас не отпускает и мы продолжается вот этот вот поток который может у нас просто забирать постоянные мы не будем говорить о каких-то связях и отношениях которые построены на этом потому что часто у людей у нас есть такие отношения которые ну как бы люди друг другу привыкли как говорится сливать какую-то вот такую информацию какие-то уже вот такие связи вырабатываются мы об этом не будем говорить мы будем говорить просто про такую базовую историю что это такое откуда это идет и как с этим как с этим с правильно справляться ну начали мы с того что каждый сталкивается с этим во первых если это в новостях но получше как лучше как видно поменьше эти новости смотреть потому что часто мы думаем то что нам надо все знать и каждое знать каждую боль каждого человека в мире иногда у нас нету сил на это и не факту что нам нужно это знать и делать иногда это близкие люди иногда мы просто идем по улице какие-то наши знакомые нам говорят какую-то ну негативную информацию или такую информацию которая факты жизни которые у нас нас эмоционально хватают и впоследствии забирают у нас по факту это такое дело когда мы свои эмоции то есть свою энергию мы тратим без без того чтобы это как-то сознательно контролировать понимаете есть люди которые деньги неправильно контролируют или как бы неправильно раскидываются скажем так есть люди которые более осознательно к этому относятся но наши эмоции наши чувства и ощущения это тоже часть нашей энергии которые мы должны как-то сознательно с этим вести себя и конечно же если мы сочувствуем каждой информации внутри эмоционально более или менее свою энергию как бы вкладываем в переживания иногда близких а иногда совершенно не близких людей неправильное отношение таким ситуациям может привести людей к очень ну как бы вести их в неправильный круг люди будут чувствовать могут чувствовать и упадок жизненной силы и плохие настроения депрессии паники и так далее это происходит отчасти из-за того что из-за нашего неправильного понимания вообще неправильного понимания неправильного понимания ситуации и какой-то иногда искаженный мораль потому что когда мы вот так вот тратим свою энергию на людей которые иногда близки нет во первых надо понимать сколько у нас энергии находится если мы находимся в таком состоянии когда у нас нету этой энергии мы не можем ее вот так вот раздавать ну как видно как-то надо сознательно понять то что мы просто не можем это делать люди которые думают то что нам вот надо всем к милосердию с милосердием всегда но это просто не так это какие-то история больше которые относятся к христианству когда там вот это вот все про вторую щеку и так далее но это не еврейский подход потому что мы видим что чаще всего когда люди с чрезмерным милосердием поступают это превращается часто в обратное совершенно историю люди думают то что им что-то должны потом ну и так далее а мы как бы ищем какую-то среднюю ли то есть эмоции это тоже как вода и мы можем сказать то что представить то что у нас есть какой-то поток эмоциональный или ощущение надо его как-то контролировать может быть правильно об этом сказать то что даже когда у человека хорошее намерение но поступок когда мы сопереживаем иногда с многим что вокруг нас происходит этот поступок но он неправильно потому что если мы это возьмем посмотрим как дзадака потому что когда мы свою энергию как-то вкладываем сопереживание с другими людьми сколько мы должны это делать но закона нам говорят то что надо давать 10 процентов ну до 20 процентов скажем так больше этого даже всевышний не просит чтобы мы давали на нужды друг ну а вы подумайте сами и посчитайте примерно как вы распределяете своей энергией и возможно пишется как пишется это про дзадаку про пожертвования и когда человек жертвует больше чем 20 процентов тогда во первых он становится бедный но мы не говорим про какие-то про каких-то людей которые у них такое богатство когда там чуть-чуть может по другому работают закон но обычных upper middle class люди которые находятся где-то только есть достаток которые работают которые есть доходы до 20 процентов да ну а эмоции мы можем ли мы 50 процентов своих эмоций просто раскидывать вокруг ответ нет потому что отчасти это признак гордыни то есть вот признак того что человек находится там где он не должен находиться и часто он за счет этого как бы может быть это мы хорошо от этого чувствуем может быть люди себя как бы эти поступок считают что он такой героический поступок но тора учит что все должно быть правильными понимаете вода эмоции ощущения это как вода тора это тоже как мир мир если мы подумаем что биологически после воды можно с помощью химии подумать как все продолжается и люди которые хотят укрепиться вере они должны верить то что всевышний сделал воду из ничего то есть вода это такое великое дело но потоп был совершен тоже с помощью вода то есть вещь которая хорошая но не в правильной мере она может привести к разрешение разрушению смерти когда мы поливаем цветок нам тоже надо понять сколько его поливать и сколько воды у нас есть а часто вот это вот эмоциональное постоянное вовлечение в разные истории которые происходят даже с нашими близкими людьми без того чтобы контролировать свои эмоции и ощущения она приводит ну к истощению и вопрос что делать потому что у нас правильное намерение мы хотим делать хорошо людям нам кажется то что с помощью того что мы сочувствуем им как бы помогает но это не совсем так во первых как мы сказали это надо делать в меру во вторых есть ли вопрос если лучше метод реакции на такие вот запрос скажем так и этот метод есть это называется на иврите рахамим то есть рахамим это настоящее сожаление это когда мы молимся за другого человека иногда то есть это вот ответ если вы получаете какую-то информацию что у кого-то не дай бог кто-то попал в больницу или что-то не то случилось вместо того чтобы ой ай как плохо хорошо вот это вот все эмоции когда это происходит каждый день лучше в сердце делать короткую молитвы помолиться за этого человека за его семью и так и этим делом мы как бы делаем три вещи как минимум мы во первых направляем свои эмоции и чувства в правильное русло во вторых этой молитвой мы по-настоящему помогаем этому человеку потому что мы соединяем мы как бы соединяем Всевышнего с этой проблемой мы направляем того кто по-настоящему может помочь и в третьих мы укрепляем свою веру в то что все происходит свыше то есть еще раз мы идем в жизни приходит к нам какая-то вот негативная информация или какая-то тяжелая информация новости ну во первых надо понять откуда мы эту информацию получаем и как-то вот распределить это что мы можем что мы ну просто иногда человек не может во вторых ну надо понять что с этим делать и с этим делать нужно молиться за этого человека а вот и эмоции можно иногда в определенное время в определенном количестве но точно но это невозможно разбрасываться всем так же как невозможно разбрашиваться там финансовыми какими-то историями физической силой и так далее эмоциональная вот наш капитал он тоже должен быть как-то сознательно распределяться еще насчет этой темы это вот так вот постороннее как бы вот про то же самое но как бы еще одна тема человек который эмоционально постоянно вот это конечно же это конечно же ну вот от нехорошего источника это идет то есть иногда вот этот вот ецарара злое начало плохое начало оно цинично как бы оболачивается в такую одежду одежду которая называется справедливость правда и так далее что со стороны справедливости нам надо как-то эмоционально всем и так далее правды но цедок это справедливость это часто человеческий цедок а не цедок тор не цедок всевышнего а как-то со стороны человека и цедок мы говорится то что есть планета юпитер она называется на иврите тоже цедок да а мы можем из цедока это сделать цдока то есть пожертвовать а какая самая лучшая цдока и финансовая цдока но это молитва мы можем помолиться за этого человека и таким образом вот с помощью такого алгоритма когда к нам приходит эмоциональное это во-первых надо понять как бы во-первых надо за этого человека помолиться и этим мы укрепляем и этого человека и себя и вообще правильно направляем свои эмоции вот вот что я хочу вам сказать в следующем уроке мы поговорим больше о уверенности что это такое личная уверенность как быть более уверенным вот а сегодня мы постарались затронуть такую очень важную тему я желаю себе вам нам всем правильно своими эмоциями руководить потому что голова находится выше чем сердце так нас всевышний создал а у животных они находятся они ходят вот так вот они находятся на одном уровне так что это такой нам знак и знаете мы росли или выросли в таком на русском языке есть разные неправильные выражения и не проискаженная правда вот допустим говорят смех без причины признак дурачина что за глупость люди которые радуются которые внутри есть радость внутри которые смеются по-настоящему это не дурачины это счастливые люди в советском союзе или в россии это кажется это кажется очень странным и так же и тут человек который контролирует свои эмоции который понимает где он находится они разбрасывают он не холодный человек это не отреченный человек это человек который по-настоящему пытается сделать хорошо ближним хорошо своим ближним и жить и больше помогать всего самого наилучшего до свидания до свидания до свидания